Депутат Шувава. В Москве идет гражданская война, которую ведут строительные и транспортные олигархи против населения города. Против москвичей. Москвичи вынуждены обороняться, проводить народные сходы, митинги, демонстрации, ставить палатки на месте вырубки деревьев и предполагаемого строительства. Против жителей выдвигают полицию, чоповцев, казачьи отряды быстрого реагирования. Последние в балаклавах и с кастетами на перчатках, и в своих средствах они не стесняются. Только добились победы жители улицы Кравченко, как началась новая ковровая бомбардировка Москвы очередной жутью уродливых высоток. Адресов сражений не счесть. Они знакомы присутствующим депутатам, в том числе и представителям строительных компаний. Это и улица Франко, Ивана Франко, где на малюсеньком клочке зеленого скверика возводят 26-этажную башню. Это и 47-й, 48-й кварталы Кунцева. Это и улица Донская, дом 14. Это и улица Расплетино, в Щуйкино, где вплотную к ядерным реакторам строятся башни. Это и бесконечное строительство элитных комплексов в районе улицы Фадеева у подземных источников ядерного облучения. Это и 5-й загородный проезд. Это и территория бывшего госпиталя на Лобнинской улице. Это и Мичуринский проспект. Это и 15-ти корпусный ЖК Хорошевский. Это и 5-й Донской проезд, где близлежащие дома уже идут трещинами. И их стягивают. Это и улица Академика Павлова. Это и 2-я Рощинская улица. Это и площадь Курского вокзала. И многие-многие другие. Вся деятельность строительной олигархии сопровождается, вопреки закону, нанесением вреда зеленому фонду, массовой вырубкой деревьев. Перенаселенная столица погрязла в мусоре. Его катастрофически увеличивает так называемая программа реновации, когда сносятся добротные дома. Московский мусор везут в регионы России, даже в Архангельскую область. В панике сейчас жители Волгоградского проспекта, в том числе и моего округа, и Даниловского района, где в 10 минутах ходьбы от Садового кольца собираются возводить мусоросортировочные заводы. Москвичи просили вам сообщить о гражданской войне и геноциде в нашем городе и потребовать незамедлительного прекращения войны собственным народом. Принимаемый сейчас правовой акт является очередным шагом в развязывании и продолжении этой войны. Спасибо, Елена Анатольевна. Продолжение следует...